Вы знаете, возлюбленные, вчера после окончания недельного общения с вашими студентами в институте МГБИ, меня попросили, если есть такая возможность, рассказать свое мнение о местиписании, это бытие с 32 главы по 37 главу. Может быть, у вас есть какие-то откровения. Безусловно, ночь, она длинна, но за ночь все равно невозможно подготовиться. По той простой причине, если Бог не наполнит этот суд изначально, то Он ничего не сможет донести, потому что через Божьи сосуды говорит Дух Святой, то, что Он хочет донести до общения. Поэтому у меня есть всего 10 минут, я постараюсь уложиться в это время, сказать о том, что же говорится в этой 32 по 37 главу. Там говорится о том моменте, когда уже Иаков вместе со всей своей семьей, с детьми, со всем своим имением идет в землю обетованную, потому что Бог ему сказал, выйди из этой земли и иди в ту землю, которую я обещаю тебе дать, и которая будет тебе, которую я клялся твоему отцу Аврааму, отцу Исааку, и ты будешь в этой земле пребывать. Поскольку Лаван и все его дети увидели, что он якобы завладел всем имением Лавана. И направляясь по пути в землю обетованную, произошли очень важные события. Это была встреча и Пинуэл, это была встреча с Богом, это был и Сихем, это было в конечном итоге Вифиль, куда Бог ввел Якова. Но говоря с позиции уже не Ветхого Завета, а Нового Завета, потому что Ветхий Завет – это все тени, это все прообразы, но сегодня мы имеем реалии, Новый Завет, новые отношения с Богом через искупительную кровь Иисуса Христа. Что же в Ветхом Завете? Какие прообразы мы можем видеть, какие заветные отношения имел Яков с Богом Авраама и Исаака? Это прежде всего то, что Бог пообещал ему эту землю, пообещал его благословить обильно. Бог, Он есть Бог Завета, Он Бог верности. Мы можем быть иногда неверными, но Бог всегда верный. И если Он сказал, не оставлю, не покину, до конца дней буду всегда с тобой, так оно и было. Так и было и вместе с Иаком, Он никогда его не оставлял. И мы знаем, что, направляясь в этот Дом Божий, Яков не поступил так, как поступал отец его Авраам. Он был всегда послушен Богу. Почему он так не поступил? Потому что, зная, что надо идти в землю обитованную, Он не пошел туда, в эту землю обитованную изначально, хотя вышел. Он пошел в землю Сеир, в землю область Едомскую, где жил его брат Исаав. И когда он направлялся туда, он встретил Исаава. И вы знаете, как он испугался, когда услышал от вестников своих, что Исаав идет навстречу Исааву. И 400 человек идут с ним. Он очень сильно убоялся, устрашился. И послал туда перед ним сначала подарки. Он послал эти подарки не просто потому, что решил, умственное заключение получил. Но когда он говорил первому, второму и третьему, и говорите в точности, что я вам сказал. Они говорили слова, которые говорил им Яков. Яков, а эти слова он получил как рема или как давар в Ветхом Завете, как откровение от Бога. Что необходимо сказать? Чтобы умилостивить лицо брата своего Исаава. И когда он этими подарками умилостивил лицо, он видел, как лицо Божье. И, естественно, после этого он направляется не в Вифиль, к сожалению, как мы видим, а направляется в Сакхов. И мы читаем в Бытие такие слова. Яков двинулся в Сакхов и построил себе дом. Для скота своего сделал Салаши от всего и нарек месту саму Сакхов. Немножко не так. Дело все в том, что мне приходится 24 года заниматься священным писанием, исследовать каждое слово, каждую запятую, что в Новом Завете, что в Ветхом Завете. И мы видим, что слово Сакхов – это устроение дома, устройство дома. Он не строил никакой двухэтажный особняк себе. Они жили тогда время, в те времена, в шатрах, вы знаете. И он после этого, как устроил дом в Сакхове, и поэтому Сакхов в переводе означает устроение дома, организация дома, устройство дома, он пошел в, должен был идти в Вифиль. Но в Вифиль он не попал. Почему не попал? Потому что он остановился в Сихеме. И вот это начались проблемы. Вместо того, чтобы выйти в Вифиль, в дом Божий, куда его Бог посылал, в землю обетованную, которую он обещал, он приходит в Сихем. И приходит в Сихем не просто с пустыми руками, приходят все его детвора, все его сыновья, дети, жена. Мы знаем, что они туда шли с идолами. Мы не можем идти в дом Божий с идолами. Мы не можем расстаться, если не можем расстаться с идолами этого мира и идем в дом Божий, то мы будем иметь большие проблемы. А, согласно Нового Завета, это тело Христово. Если один член какой-то страдает, если один член какой-то блудит, занимается долопоклонством, то все тело Христово страдает. Вся семья дома Божьего страдает. Потому что ваша община – это семья. Это устроенный Богом дом Божий, который есть вот эта непосредственная община. И поэтому я говорю о том, что они когда шли, шли, вместо Вифили пришли в Сихем, вышла Дина посмотреть, как там девицы сихемские и прочее, прочее. И вы знаете эту трагедию, которая случилась с Диной, как ее обесчестили, как отомстили Симон, Симеон, ее брат Илевий. Они, подострея меча, все весь мужской полк. И тогда убоялся Яков и сказал, вы жестокие люди. Зачем вы это сделали? На меня, у нас малочисленные, на меня соберутся и нас уничтожат. И они вынуждены были уйти оттуда. И они пошли в Вифиль. Но прежде чем пойти в Вифиль, как говорит Писание, прежде всего, они что? Они осветились. Яков говорит, осветитесь, очиститесь, оденьте другие одежды, избавьтесь от идолов. И они действительно, как написано, зарыли все эти идолы свои, которые у них были, под дубом, как там написано, избавились от идолов. И пришли в дом Божий, в Вифиль. И Бог там говорил с Яковом. В присутствии, в этом месте, Бог говорил с Яковом. И после этого Яков снова выходит из этого Вифиля, где Бог обещает ему, я дам тебе эту землю ханаанскую, иди туда, все, оставайся в ней. Нет, он идет дальше и направляется в Вифлеем. Ефрафа, бывшая Ефрафа, она ныне в Вифеем. И по дороге в Вифлеем получается еще одна трагедия. Умирает Рахиль. Он ее хоронит. Но мало того, что они имеют постоянно эти проблемы, и он понимает, что только лишь присутствие Больга, только лишь защита Бога могут обеспечить ему то обетование, которое он получил через отцов своих, через Исаака, от Бога, через Бога Врама Исаака Якова. И мы видим также, что это подтверждается также местом Писания, которое имеется в 36-й уже главе. «И взял Исав, Исав его брат, жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей, дома своего, и стада своей, и весь скот свой, и имение свое, которое он приобрел в земле ханаанской, в земле обетованной, и пошел в другую землю от лица Якова». И о том, что он пошел в другую землю от лица Якова, мы также читаем в Ветхом Завете, потому что Бог, когда благословлял Исава, через уста отца его, Иакова, когда он пришел получить благословение, а вы знаете, какая тоже трагедия случилась, потому что Иаков по наущению матери своей, по учению, говорит, пойди, получи благословение, я все сделаю, я за тебя отвечаю, он пришел и взял первородные, которые предназначили для первенца обещания, которые предназначались якобы для Исава, получил он все обетования, и что поколение, все твои роды, все будут благословены, все, и земля будет обетованная, как ту, все будет прекрасно. И когда пришел Исав, он ничего не получил. Почему? Потому что, даже мы читаем в Новом Завете, что даже он плакал, умолял, но ничего не получил. Те слова, которые написаны в Ветхом Завете, о том, что он якобы получил благословение от отца своего, и ты будешь проживать в земле и питаться оттука земли и от росы небесной, здесь небольшая неточность. На самом деле, в оригинале говорится, что ты будешь жить в земле далекой от тука земли. Ты будешь обитать в земле, которая далека от тука земли и далека от росы небесной. То есть, речь идет о том, что Исав ничего не получил, и поэтому даже в этом случае он переселяется в другую землю, которая без тука, без росы небесной, и оставляет эту землю Иакова. О чем это все нам это говорит? Это нам говорит все прообраз, что в Новом Завете мы должны освящаться, идти в Дом Божий без идолов, идти иметь близкие взаимоотношения с Богом, без близких отношений взаимоотношения с Богом, которые Иаков, Авраам, Исаак имели, невозможно приблизиться к Богу. Почему? Потому что святость определяет нас близкие взаимоотношения с Богом. Вы помните, Авраам, будучи верен, сына своего полагал на жертвенник. И он сказал, вот теперь я знаю, что ты верен, вот теперь я знаю. Понимаете, точно так же и мы будем проходить определенные испытания в своей жизни, мы должны до конца оставляться верными своему призванию и предназначению. Наша идентичность сейчас, в настоящее время, мы сыны Бога Всевышнего. Он изменил идентичность Иакова, когда на Иавок он перешел, и сделал его князем, сделал его, как написано, ты теперь Израиль, ты теперь не Иаков, а имя Израиль обозначает богоборец или князь. По-другому можно еще говорить, что он стал царем, он извинил его статус. У нас был статус, знаете, какой? Безотцовщина, сиротство полнейшее, потому что этот статус мы приобрели благодаря Адаму и Еву, когда они поменяли этот статус, свой сыновей, в Идамском саду, на статус чей? То, что они стали заниматься самообеспечением, самопродвижением, самозащитой. То есть, они стали сиротами после того, как поменяли Отца Небесного на дьявола, сатану, они его послушались. И с тех пор все человечество имеет этот вирус, сиротство, вирус, то, что мы потеряли общение с Небесным Отцом. Но этот вирус вырван, искоренен, изглажен благодаря искупительной крови Иисуса Христа. И кто принимает Иисуса Христа, тот принимает новый статус совершенно, статус сыновей Божьих. И чтобы возрастать в сыновь Богу, Бога Всевышнего, мы должны видеть Ветхий Завет как прообразы будущего и жить в реалии сетт Нового Завета, имея близкие взаимоотношения с Богом. Без близких отношений с Богом невозможно получить те откровения, которые Бог имеет для каждого из нас. Для каждого, сидящего в этом зале, Бог имеет предназначение, имеет обетование, и Он исполнит все эти доверия. Только вы будьте верны. Поэтому наша верность прежде всего будет зависеть от того, насколько мы посвящаем, пребываем в слове, пребываем в молитве, пребываем в общении с Богом, в общении друг с другом, потому что община это семья, место общения. Мы освящаемся, мы любим друг друга и помним, что мы сыны Бога Всевышнего. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok